андрей день добрый привет давно не виделись да давно не виделись но там за тобой были какие-то шлейф скандалов я помню я правда не вникал но весной какой-то был жуткий жуткий не знаю чего не знать чего то какой-то человек написал что в общем обучился у тебя обучился трейдингу что-то там не так пошло и пошло поехала уже все на смарт-лабе высказали за против там что-то ужасно как говорится и про старуху бывает порнуха поэтому раз в год хотя раз полгода предыдущий в шестнадцатом году был сейчас двадцать первым то есть раз пятилетку это в принципе нормально и так и там я только за их тебе там выкатывались какие-то претензии ты можешь объяснить чем что было я просто я даже не читал пост но я глазами пробежался написал классный пост я плюс анал я даже плюс аналовый пост поэтому ну человек высказал свое мнение по поводу обучения у меня свое мнение но я считаю это как школе кто-то учится на пятерке кто-то на тройке и все это довольно таки индивидуально вот и все то есть у меня за два года прошло более 200 человек и даже по статистике один негативный отзыв это нормально а то что смарт-лаб но это желтая пресса поэтому я спокойно к этому отношусь и очень классно сработала эта штука то есть этот самый пиар черный пиар он самый лучший меня март апрель полностью была личка завалена вопросами про обучение то есть очень классно работает еще я 12 лет на рынке то есть люди знают я никогда ни от кого ничего не скрывал люди знают что и как происходит о всех моих печалях неудачах там победах все это довольно таки всегда ярко было и всегда откровенно поэтому без проблем абсолютно но в общем многих от тебя это оттолкнуло то что ты записал какое-то видео потом стер слушай оно было записано ночью и с руки оно было записано с руки поэтому я с утра его пересмотрел а там ну вот так вот ходит монитор поэтому ну зачем это делать даже меня укачало и многие хотят окнуло что когда мартынов тебе позвонил пытался ситуацию как-то пыру тимофей тимофей мне не звонил но он сказал что позвонила и ты сказал что занят а вот и на съемках нет и мне подожди мне тимофей во первых не звонил такого не было то есть как была ситуация мне изначально я даже вообще не в курсе было при ситуации поскольку да я прилетел сочи сквн и снимался в сериале полярный во втором сезоне и мне написал алексей аксёнов он один из астролог астролог аксессион по моему у него ник на смарт-лабе написал не год слушать а тут пиарит сегодня весь весело я даже не в курсе был я только вечером пробежался посмотрел ну прикольно окей хорошо потом мне еще товарищ написал я думаю что такое потом посмотрел там 600 комментариев и тимофей образец помню ну про всех про всех публичных людей рано или поздно пишет я тимофею написал сам мне еще тимофей написал ты видел типа второе место в истории смарт-лаба я говорю убери ты эту ерунду зачем им идти надо я просто помню я фамилию не буду называть я просто помню когда писали про каких-то значимых для смарт-лаба людей тимофей удалял эти посты я ему сказал да удалиться зачем это нужно и он удалил личные данные мои вот и все оттуда поэтому я довольно спокойно к этому отношусь но я чувствую тут какое-то недопонимание или сарафан идет какой-то испорченный телефон тимофей мне не звонил и прокомментировать ситуацию не предлагал сразу же естественно образовался игорь суздальцев который попросил прокомментировать ситуацию но как всегда я если с игорем что-то делаю я к нему хорошо отношусь но как-то у нас видимо с ним идет не состыковка энергетическая как всегда какой-то задница начинается поэтому я не хочу на тот но и мне просто на тот момент было некогда потому что ну действительно было чем заниматься и съемочные процессы данки интересные в целом в прошлом году в трех фильмах снялся поэтому и в прошлом в этом поэтому да мы начали сейчас про обучение хотел сказать слушателям может быть зрителям не все знают что завтра начинается марафон трейдеров марафон трейдеров это клуб аллигатор один из старейших мужа 15 лет все совершенно бесплатно в телеграме можно зарегистрироваться этом марафон там будет разбор сделок и идеи но я думаю бесплатно это неплохо правильно так что кто кто хочет может поучаствовать то не хочет может не участвовать но все бесплатно завтра стартует вечером понедельник так что регистрируйтесь если хотите ссылочка внизу что ты думаешь вообще возможно ли об этом об этом обучении честное обучение нечестное обучение где как то что такое нечестное вот смотри вот есть честный учитель да он хочет передать свои знания но ведь не все же могут воспринять естественно естественно само собой то есть ты людям даешь одну и ту же информацию они усваивают это по-разному это само собой здесь уже начинается работа то есть понимаешь мало кто из людей хочет научиться потому что обучение и особенно трейдингу и финансам это долго это не значит что тебе дали какую-то стратегию даже тебе дадут ее ты не сможешь ее правильно использовать в любом случае потому что нужно пережить определенные психологические моменты переварить тебя рынок и наказал что-то не туда пошло и где-то может быть и стоп не сработал то есть различные вариации тут можно долго все это обсуждать но у всех по-разному у кого-то есть предрасположенность прям есть талант для кого-то это просто ну где-то не то есть люди которые просто не умеют сидеть в прибыльных позициях а у тебя есть талант трейдера я думаю что да меня толерантность к риску высокая и в целом к цифрам то есть я могу сидеть как в прибыльной сделке так и не переживать если у меня серия убыточных мне все равно я знаю что рынок разный и за 12 лет много фаз рынка я пережил и перерос и вообще в целом то есть и и прибыльные и убыточные убытки то были колоссальны свое время да и прибыли были при кстати многие говорят что за тобой листы исполнительные ну естественно то есть ты начинал со слива часто вышел на бессливные дела листы исполнял пункт к 1 был это там с человеком суд который ну должен был быть поэтому ради бога без проблем слушай но любой человек который занимался чужими деньгами у него есть проблемы без этого никак вообще о чем-то говорить опана вот по поводу все-таки обучение трейдинга у кого учиться вот у нас есть герчик пурнов там андрей чебеляченко вот я с пурновым не знаком на герчике я учился сам поэтому без вариантов и резвяку ну самые люди которые дали мне дорогу в трейдинг как говорится это саша резвяков да александр резвяков александр герчик и дальше уже сам шишкин вел плюс я с полей салабута дружу очень в целом финаловский состав преподавателей меня очень колю салабута люблю дружим с ним и дамир окчурин он особо не пиарится малоизвестен он очень классные темы дает и именно тема по таймингу рынка я у него подчеркнул потому что ну таймингу она очень круто а юля фанатсё почему не не сказал не знаю как то у меня с финаловцами дружишь потом раз не но я не слежу за ней то есть как-то нет нет у нас симпатии эмпатии как это правильно меня как с мужиками проще так вот как же новичок выходит хочет научиться не вчера спрашивали хочет научиться человек да кому обращаться так конкретно ну вот как найти такого учителя который только методом проб и ошибок то есть нужно бабки уже дать и нарваться на кого-то но что значит нарваться но то же самое ты на рынке понимаешь ты сам пытаешься ты раз нарвался на неправильную сделку два нарвался на неправильную сделку три нарвался то есть как устроен инфобизнес любом случае все эти комментарии позитивные и негативные это пишут заказные люди мало кто пишет искренних вот если я когда с инфо dvd с компанией работал с денисом обросимовым первое вообще обучение которое у меня было вот там искренне очень ребята были прямо им понравилось но там ситуация была в том что я им дал определенные моменты которые на рынке работают это было в четверг и из пятницы начали торговать там и конкурс устраивали и в пятницу прям началось началась вот эта ситуация что люди начали зарабатывать заработали они на том что рынок рос всю неделю и в пятницу после 16 началась фиксация прибыли вот и все это люди поняли что эта тема работает то есть одна из а мы можем все-таки не давать рекламу не клуба аллигаторов не верникова не чебиряченко просто сказать значит принципов общих нету как найти нормального учителя нет то есть по рекламе вы не найдете любом случае вот я сейчас в сфере преподавания в сфере дополнительного образования да я преподаю финансовую грамотность театр квн уже год как официально как педагог и я понял что под преподавателя даже детей приводят то есть и часть детей от меня уходила то есть но мы не срабатываемся с детьми там детям со мной сложно им сложно под мои требования подстроиться по что-то кто-то наоборот приходит то есть им со мной классно кто-то часть часть детей от меня уходила потому что мы не вывозят то есть тут тема не такая что ты вот знаешь выучил правила дорожного движения ездишь тут именно работа с преподавателем это всегда какая-то химия в любом случае понятно сколько ему время можно обучиться так чтобы стабильно получать прибыль ну я всегда будет 35 лет а что 35 лет учиться самостоятельно либо 35 лет кто-то будет тебя в пять лет я думаю что за эти 35 лет нужно строгать самостоятельно и не получилось надо менять учителей очень часто люди приходят я учился у того 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 приходит у меня с тобой круто я не беру на себя медали не вешу лавры никакие что я какой-то крутой я просто понимаю что человек для меня он созрел он прошел 1 2 3 у него уже есть опыт есть бэкграунд есть какие-то ошибочки и гораздо просто гораздо проще человеку побитому и уже ну как у того какие-то шишки набил показать слабые места надавить насильно и у него все будет получаться если что нельзя человеку пересадить это свою голову свою психологию свой характер это невозможно сделать известно что люди не ценят и без бесплатные знания сколько сколько вообще может стоить обучение трейдингу у человека оно должно стоить очень дорого особенно персональная ну сколько массовое обучение когда ты просто раскидал там информацию 10 правил трейдингу там что-то еще что-то еще вот для живой стакан да возможно может стоить там нет недорого но это бы зайдет на 10 тысяч человек вот андрей вот кто-то кто-то обучает трейдингу но он же отрывает свое время он вместо этого мог зарабатывать на бирже вот именно вот именно и с этим почему я прекратил это массовое обучение трейдингу мне просто некогда этим то есть какая-то потребность у меня видимо генетическая была в преподавании поскольку и мама и бабушка у меня педагоги и тети у меня заслуженный учитель России то есть это есть в генах но это все я сейчас выплюсну на детей и заниматься то есть я обучением занимался последний раз там у меня в татарстане попросили ребята как раз это было зимой в татарстане группа была все это был последний раз это было больше я не преподавал и просто некогда этим заниматься сейчас гораздо более но у меня я занимаюсь детьми мне нравится у меня 14-летний пацан за второе полугодие с нового года по май сделал 120 процентов 14-летний ребенок понимаешь для меня вот это круто но тут единственное что да да говори это надо добить и тут большая проблема именно в моральной точке зрения потому что ему 14 лет он сделал деньги и теперь он думает что он всегда их будет делать то есть у меня сейчас не очень плотная психологическая работа идет что так будет не всегда потому что там были небольшие деньги там 20 тысяч рублей бабушка подарила на новый год он пришел давайте покрутим попробуем прям на практике это сделать сейчас его пригласили уже на какую-то конференцию он будет выступать о том как он это делал на образовательную он уже начинает считать что если бы это было 100 тысяч рублей это было бы столько денег если бы это был миллион это было бы столько денег вот здесь вот самый такой момент чтобы не приучить детей к легким деньгам а это не легкие деньги там просто ему повезло по факту такое бывает и на рынке нет слова стабильность то есть стабильный трейдер то их не бывает и это это все миф и никогда такого не будет ну вот делаем и плюс я написал программу по детскую образовательную то есть меня попросили когда пригласили преподавать да и она заняла третье место на всероссийском конкурсе образовательных программ поэтому ну учета знать что то значит мы умеем то то можем и официально это подтверждено дипломами призовую тут два момента главное чтобы один мальчик заработал а сзади за кулисами 10 девочек не слило больше это был один есть на ребенок ну понятно не просто все прошли курс он говорит давайте попробуем второй момент второй момент это как стик током звездами инстаграма которые предстают уважать своих родителей которые простые рабочие есть именно с точки зрения педагогики с точки зрения воспитания тут очень 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 я жестко к этому отношусь я сказал что если я узнаю что ты торгуешь до 18 лет с тобой будет очень 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 серьезный разговор не дети меня крайне любят уважают побаиваются вот ну а ты можешь сказать или это тайна сколько стоит обучение вот и у профессионалом у профи ну как имеешь ввиду групповое или нет и нет выйдет выходит богатый человек вот я знаю богатый человек я не я люблю индивидуальные отношения ну и сколько это стоит но я думаю 1500 это курс 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 вот я же я же не занимаюсь дуальное обучение это всегда сопровождение это всегда о жизненной ну не по ну это значит ну 500 в год получается вот так вот еще не поймешь тут тема какая тут надо очень грамотно подвести человеку к самостоятельному плаванию постоянно если ты будешь он сам не научится торговать, он постоянно будет тебя дергать. Тут очень важно подвести к самостоятельному плаванию. У меня несколько ребят были, которые за месяц, за полтора научились быстро, но они уже были в рынке. Показал им, что работает. Они прекрасно все понимают. Причем есть пацаны, которые импровизируют. А я вот так, вот так. И там начинаются вопросы. А есть пацаны, которые делают как надо. Делают, делают, как обычно. Стоп, два, три, четыре, потом сделка на 15%. Это стандартная ситуация. Да, поговорим по ситуации на рынке. Но я тебе сразу скажу, ты меня знаешь очень давно. Я как-то очень отношусь плохо к прогнозам. Я по торговым моментам все. Я считаю, что рынок непрогнозируем. Естественно. Мы торгуемся на этот момент. Мы можем что-то предположить, исходя из нашего опыта. И когда-то мы там и до сих пор как-то я люблю и увлекаюсь астрологией, да, люблю ее. Но вот начиная с 20-го года астрология работать перестала. С середины 20-го года. То есть, когда пошли массовые вливания, то есть, можно так сказать, что деньги победили астрологию. Потому что, ну, есть моменты именно астрологические, которые могут повлиять на движение рынка вниз. И они были, но движение рынка вниз было где-то 3-4%. Вместо, там, предполагаемых 15-20%. Это все видно же, что сразу же выкупается. То есть, пока деньги все побеждают. И даже вот сегодня новолуние. Новолуние обычно влияет на движение котировок нефти. Ну, а что там бывает? Точки перелома трендов или что? Локальные экстремумы? Локальные какие-то коррекции могут. Ну, на новолуние обычно нефть снижается. Необычно, а частенько такое бывает. Ну, дальше. У нас тут взгляды совпадают. Вот, что дальше. Ну, сейчас будут выборы у нас. Ну, вообще, еще август обычно все кричат, что такой сложный для России, для всего. Все то же самое ждали про май. В мае мы получили ралли. Все это прекрасно видели. Сейчас поглядим, что будет в августе. Возможно, какую-то коррекцию изобразят. Возможно, сейчас... Видишь, сейчас еще начали доллар скупать у нас. Как раз по 6 сентября, да, покупки доллара. Возможно, если будет какой-то негатив... Сейчас еще один момент у меня в слове в голове. Если будет какой-то негатив, подкинут доллар. Я думаю, что как раз, если после 6 сентября его опустят под выборы, чтобы людям настроение создать, там, рынок, наверное, подтянут, и в целом и доллар посадят. Потому что, ну, я знаю, как происходит технология подвыборных компаний. Поэтому тут все, в принципе, понятно. Если не будет каких-то сверх негативных моментов со стороны Запада. Вот. А так, смотри, что у меня в слове в голову. 2008 год, Олимпиада. Да, там был конфликт в Осетии, да. Ну, с грузинами. С грузинами, да. У нас с Грузией был конфликт. Это раз. 14-й год. Наша Олимпиада. Что у нас было? Крым наш. Прошлый год должна была быть Олимпиада. Да, там коронавирус. Сейчас вот. Олимпиада заканчивается сейчас. Может быть, что-то и будет. Ну, и в целом, там, следующая Олимпиада. Это какой год? 24-й. Ну, значит, в 24-м году ждем какого-то богабума. В Олимпийский год. Ты не инвестор, у тебя нет бумаг? Бумаги есть. А какое время удержания? Всю жизнь. Ага, то есть у тебя часть есть спекулятивная, часть инвестиционная? Да, да, конечно. Естественно. Я раньше не любил Газпром, терпеть его не мог, потому что как ты не купишь, все растет, Газпром не растет. А сейчас Газпром, в принципе, стал сильным. Да и цены на газ в Европе растут, да, это видно. Посмотрим, что будет. Но в Газпром выше текущих я сильно верю. Не то, что верю, а есть предпосылки. И Сбербанк мне очень нравится. То есть то, что сейчас делает Сбербанк, они даже компьютерные игры собрались делать. И я думаю, что со временем Сбербанк и в космос полетит. Не то, что акции, а сам Сбербанк какой-нибудь там. На твои деньги и полетит. Да, Илон Маск, да, батут работает. Греф выйдет и скажет Рогозину, батут работает. Это будет вообще цитата века, по-моему. Соответственно, какой-нибудь Сберополис, я думаю, они построят, как Иннополис под Казани есть. Сбер, он, конечно, очень крутой сейчас. Понятно. По поводу крипты, что ты думаешь? Вот приходят люди к тебе, они в процентах интересуются фондом, рынком криптой. 50 на 50 или как? Крипта, все деньги в крипте сейчас. В общем, рынок наш скучноват, откровенно. И все деньги сейчас в крипте, стопудово. Очень много денег в крипте. Крипта шикарно ходит. И на Бинансе тоже подторговываю ей. То есть там говорили, да, про... Ты телеграм-то ведешь свой? У меня два телеграма, один из них платный, ссылка в описании. Но там не я веду. Вот такая реклама пошла. Нет, секундочку, только не я там веду, там целая команда наша. Ну, если уж мы говорим, не я, целая команда верников, скажем так. Отлично. Ну, давай про телеграма мы с тобой поговорим. Значит, телеграм у меня тоже, я перешел из ютуба в телеграм, поскольку сейчас я лето там не у себя нахожусь, у меня нет там логина по ролику ютуба, восстанавливать не хочу, да и видео писать неудобно. У меня очень крутой в плане, в точке зрения аудитории телеграм, там очень классные ребята, очень порядочные, добрая аудитория, которые не читают желтую прессу, не читают смарт-лапу, прочую чушь, которые видят то, что мы делаем. И плюс у нас принято, если мы берем какое-то движение, а я периодически, то есть я не называю это сигналами, периодически скидываю какие-то моменты, где можно бы войти с хорошим потенциалом движения. Если мы что-то берем, то мы обязательно часть денег отправляем на благотворительность. То есть мне даже ребята скидывают скрины, кто перевел, потому что я там несколькими людям помогал и помогаю. То есть одного парня ДЦПшника я веду с 2015 года, помогая ему. И сейчас вот если раньше он был прям, ну, откровенно, ну, грубое слово, если он раньше был вообще овощным просто, ДЦП сложное заболевание, да, церебральное параличное, то сейчас парень уже самостоятельно ходит и начинает разговаривать. То есть это очень круто. Кого-то уже нет живых, к сожалению, из тех, кому мы помогали. Но, тем не менее, вот всю токсичную аудиторию просто баним, зачем они нам нужны. Вменяемые, порядочные люди, они у меня в Телеграме, ссылочку скинешь там, если хочешь, пожалуйста, подписывайтесь. Без проблем. Я только рад всем. Я подпишусь на тебя, если ты сейчас зарегистрируешься на марафон трейдера. Без проблем. А что там на марафоне-то будет? На марафоне? Ну, там будет реальная торговля. Опять будем... Там будет такая некая комната, будут где идеи сбрасываться там, все это обсуждаться будет. Я могу, если надо, я могу поучаствовать без проблем. Хорошо, значит, смотри, зарегистрируешься, ссылочка в описании. А что у нас с Smart Lab? Кстати, ты все время его несколько раз уже пнул во время. Тебя оттуда выпилили, что ли? Нет, я не пинал, я просто его перестал читать уже давно. Тебя выпили, аккаунт выпили? Нет, нет, почему? Ты же с него начал сам. Ты же сам начал наш выпуск со Smart Lab. То есть Smart Lab, он реально в желтую прессу превратился. Хорошие посты пишет только Тимофей. Писали же о том, что ну не то уже давно. Ну, классный сайт был именно с точки зрения сообщества. Да, сейчас он профессионально, там котировки есть, есть чаты по компаниям, то есть все круто. Но именно лента основная, ну, дурдом. Ну, я это знаю, с чем связываю. Пришло новое поколение. То есть когда наше поколение пришло, это было после кризиса 2008 года. Было поколение. И сейчас это после кризиса. Сейчас коронакризис, и пришли новые ребята, это видно. Плюс эти ребята, они еще не обжигались. То есть они на кризисе там накупили. Плюс сейчас в чем проблема ребят, которые еще не попадали. Они торгуют с приложений. Они не видят всю ширину рынка. Они сидят тут с приложений, с кнопочек со своих там, со смартфонов, айфонов, тык-тык-тык, и у них только котировки. То есть только первые какие-то движения начались в Китае, да, и уже пошли пострадавшие, да, потерпевшие уже. Началось там нытье. А еще массовый рынок не падал. Еще момент важный. Несколько человек, довольно-таки крупных, у меня спрашивали, Андрей, а когда Америка начнет расти? Я говорю, в смысле? Она хаи бьет постоянно. Нет, у меня весь портфель упал. То есть Америка держится только на своих китах, на больших, на каких-то, да, акциях. А массовый рынок, он падает. То есть много-много акций, которые разогнали ликвидностью, которая пришла после коронавирусных вливаний, да, они уже упали. Да, мы знаем об этом. Мы знаем об этом. Так что-то крипты, ты думаешь? Насчет крипты. Ну, она ходит. Я же не буду уровней тебе говорить, что биток будет 60, 80, 100, может, и 20 будет. Но там в чем прелесть крипты? Если движение пошло, и ты видишь, что оно пошло прям по графику процент 2, в него можно входить, он широко ходит, и он даст еще тебе 3, 4, 5 без проблем. То есть крипту торговать можно, я считаю, что там, как мне приятель сказал, там, говорит, ММВБ в нашем зачаточном состоянии. То есть там, если пошло, то пошло, что вверх, что вниз. То есть движение входи, оно тебе нальет. То есть там работает хорошо спрос-предложение. Сейчас это история с Финика, да? А деньги ты потом вывезешь с Бинанса-то? Или потом потребует тебе паспорт, потом скажет, что паспорт плохо читается? Да, верификация пройдена. Ну ты не путай пирамиду с этим самым, с крупной гриппом. Понятно, что она может просто исчезнуть и обанкротиться. Ну а что мне тут думать? В ЮАР биржу убежала, в Турцию убежала. Что мне тут думать-то? Ну вы не держите там миллионы долларов. Что можете себе позволить-то? Кто-то может 10 тысяч долларов, кто-то тысячу. Слушай, на московской бирже у людей по 30 тысяч, это по 50, ну максимум по 100. То есть меня тоже просили ребята, Андрюх, найди трейдеров. Я говорю, слушай, ну те, кто вменяемые, они просто не будут на кого-то работать, у них своих денег хватает. А так я по интернету полазил, даже посмотрел, кто там дает обучение трейдингу, что-то еще там, кто пиарится, какие-то ребята. Да, они по 50, по 100 тысяч рублей торгуют. На московской бирже? Да. Что-то по моим данным 1160-1170. Ну это сейчас вот новенькие, кто пришли там, то банковские депозиты начал на брокерские счета перегонять. Поэтому. Одно дело ты закинул 150-200, я накупил в Бирбанках, Газпромах, ГМК и что-то еще. А я говорю про ребят, которые активно торгуют, которые даже пытаются пиариться. У тебя есть какие-то уже успехи в этом году? У меня в целом хороший год. Как трейдера? Естественно. Это криптоуспехи или фондов успехи? Все совместно, все совместно нажитое мущество. Как перестал верить в коррекцию, последний раз я в нее верил где-то в марте, и потом я перестал в нее верить, забрал весь май, просто весь май забрал, забрал часть июня. То есть июль, август, ну такие они не особо волатильны. Но нефть сейчас радует, сейчас нефть хорошо ходит, широко диапазонно, поэтому приятно ее работать. А тебе не мешает, не отвлекает то, что ты обучаешь этих мальчиков? Я обучаю мальчиков и девочек, в том числе детей от 9 до 15 лет. Нет, у меня официально работа в бюджетной сфере. То есть я работаю с 16 до 19 часов. Три часа в неделю. То есть я с утра до обеда делаю все свои дела. И плюс мы в момент обучения спокойно я включаю свои терминалы. Просто я же тоже нефть торгую, как раз 16 часов. Да, самое движение, да. Да, движок уйдет. Ну что, сейчас лето, сейчас лето, и плюс обучение будет с сентября. То есть это нормальный учебный год, это сфера доп. образования. То есть я официально педагог дополнительного образования с трудовой книжкой. Поэтому про обучение я могу говорить, как никто другой. Так, Андрей, спасибо за интервью. Давай еще раз подведем базу. Честное обучение трейдингу возможно? Естественно, возможно. Тут вопрос в том, вы пришли обучиться или вы пришли получить золотую кнопку. Вот в чем вопрос. Учиться это долго. Учиться это 3-5 лет, чтобы научиться торговать. И за эти 3-5 лет вы можете пройти все курсы, которые есть на рынке. И тогда у вас раззреет какое-то общее понимание. Андрей, большое спасибо. Я жду тебя. Тебе давно не виделись. Давай ты посылку и на марафон. На марафоне жду тебя. Васе надо помочь. Васе надо помочь. А то человек 15 лет клуб развивает и что-то покажет. Я просто про него никогда не знал. Ты сделай с ним интервью, посмотрим. Я же всегда за. Я всегда за тех, кому нужно помочь. И всегда помогали. Продолжение следует.